всем приветики друзья и добро пожаловать в мой новый влог кстати кто меня не знает меня зовут соня я живу в америке в штате вирджиния не забудь подписаться на меня и поставить лайк и обязательно напишите мне какой-нибудь комментарий я обожаю комментарии это то что меня мотивирует снимать видео дальше итак сегодня как вы видите я не с култышкой там как обычно даже с прической принарядилась потому что знаменательный день мы с девочками собрались пойти в кафе без детей поэтому возьму вас с собой может быть получится что-то поснимать так мы пришли в кафе это мои подружки для видео такие нам целые тарелища принесли я даже не знаю я наверно не съем придется брать с собой мы еще быстренько вышли тут в сад около кафе нас не посадили на веранду мы на них очень сильно злые но вот тут кстати очень миленько сейчас я покажу так вот мы взяли с собой еды которые не доели конечно же где моя теперь надо найти вот это да точно вот здесь значит девочки красивые там веранда очень красивая но нас туда не посадили еще расскажу я им напишу негативные review да и здесь у них какой-то сад огород грядки буквальном смысле помидоры там перцы что ли ничего это растет а это базилик вроде бы но в общем-то миленько конечно но мы немножко в обиде на них до садочек остался в общем-то очень классно мы сходили мне все супер как понравилось мне кажется нам нужно выбираться почаще прямо наполняешься женской энергии вот этой положительной энергии молодости бездетной поэтому мамочки и не только мамочки даже если вы еще не мамочка обязательно ходите одни с девочками куда-нибудь кафе да хоть куда даже просто погулять это мне кажется просто наполняет тебя быстренько пару слов нажалось вам по поводу этого ресторана все было вкусно но когда мы бронировали столик то мы попросили out outside столиков забронировать они говорят нет извините мы не бронируем на веранде столики типа кто первый пришел тот и сел мы типа можем записать в preference что вы предпочитаете предпочтительные бы хотели сидеть на улице мы такие окей ладно в итоге когда мы пришли то нас посадили во внутрь и мы говорим но мы бы хотели там были свободны столы на улице они говорят ой извините они забронированы я такая говорю ну извините когда вы бронировали то нам сказали что нельзя забронировать а вот понятно официантка как бы такая извините пожалуйста типа вот такая проблема что как бы не этой столик уже зайти хотя за них никто долго не садился как бы потом постепенно люди заходили и садились вот и я считаю что это неправильно это нечестно что наверное не для каких-то там типа своих постоянных клиентов держит эти столы но я считаю что это так не должно работать вот поэтому я решила что я напишу и негативные как вы считаете правильно я решила поступить или нет я конечно могла бы там разбираться сидеть знаете но не хотелось просто портить настроение и так редко встретить встречаемся с девочками выходим поэтому вот напишите ваше мнение мы сегодня отмечаем конец сезона у тимофея тут все его команда ребята там коуча поздравляли подарили ему какой-то подарок он смотрит александра тут хнычит мы дома в гостях у одного из мальчика весь огромный дом вот он просто гигантский и даже у них есть выход на озеро и каяки тут они катались в общем что случилось то случилось в общем веселье полным ходом идет сегодня у меня четверг я долго не снимала видео потому что у меня филипп мой муж он уехал в командировку на три дня и я просто была одна за двумя детьми и как вы понимаете у меня не было особого времени на то чтобы съемками какими-либо заниматься вот и что случилось значит за эти несколько дней как обычно вот каждый раз когда он уезжает какая-нибудь у меня происходит то у нас что-то ломается то еще что-нибудь в общем в этот раз природа сама устроила нам шоу из-за того что в канаде горят леса то вся вот эта весь этот дымка пепел он весь идет на америку и недавно может быть вы видели в новостях или где что в нью-йорке просто все небо было желтым цветом все в пепле гарью пахло и вот буквально сегодня это все потихоньку спускается вот сегодня в вашингтоне ужасная было но чтобы понимали качество воздуха показывается на айфоне может даже вставлю где-нибудь и по моему норма это до 50 от зелененьким тогда горит может быть чуть больше но не больше 100 точно у нас 163 это уже написано опасно то есть тоже таким красненьким подсвечивается написано что опасно для групп риска вот и в вашингтоне сегодня было 260 что ли в общем что-то около 300 маленький штирлиц в общем сегодня мы ездили в магазин за книжкой стиме и прям когда едешь что видно такая дымка в небе как будто бы туман сейчас выйдем на улицу посмотрим обстановочку с александрой мы вот вышли с тимчиком до почты ну и с александрой понятно и с наше мнение о том насколько испорчена воздух тим ну-ка расскажи мне а я ничего не чувствую вообще ничего ну как бы будет некрасиво небо такое видно что в тумане ну ну да какое-то небо затянутое серый пеленой какой-то и я бы сказала что как-то тяжело от дышать как будто в что-то в воздухе кислорода как будто бы не хватает и мы сегодня модный покажи свою новую толсток как вам напишите в комментариях так мне сегодня должна была прийти первая моя промо ссылка который я потом сниму видео для тик-ток раз проверим вот она кстати это пришла посылка от эстелаудер между прочим будем делать распаковочку видите даже на камере видно что солнце вот так затянуто вот этой дымкой такого оранжевого цвета и люди на улице вообще не ходят кроме нас блин ну как это вымершем городе друзья у нас тут небольшой господи на кого похоже александра посмотри на кого вам похоже так немножко чипурили нас от не плановое включение а потому что мне пришла моя первая посылка я вам еще не рассказывала о том что я зарегистрировалась на таких промо сайтах которые рассылают промо продукты для затем обзоров у блогеров так в общем у меня пока что еще не было времени как-то красиво там все снять поэтому просто показываю вот такой крем причем эта маска и крем одновременно в инструкции написано что ее можно наносить утром и вечером как крем а чтобы как маску то нужно ее нанести оставить на 5 или 10 минут и затем протереть салфеткой лицо вторая вещь как вы видите эта пенка для умывания лица я тоже еще не пробовала все вам расскажу когда попробую сегодня у нас праздничные выходные потому что в понедельник 12 июня у меня муж день рождения и мы приехали всей семьей сняли домик в горах и такой гигантский дом я в таком еще никогда в жизни не была сейчас потихонечку буду вам делать обзор так начнем с самого нижнего этажа по лесенкам вот так спускаемся но во первых вот здесь тренажерный уголок можно тренироваться я пожалуйста потренируюсь в понедельник а здесь что тима прямо по курсу прикиньте вот целый кинотеатр с огромным телевизором и мы сегодня здесь будем что тима смотреть кто играет за кого болеем так идем дальше здесь тренажерный зал здесь целая как-то тейбл для стол для игры в бильярд и здесь еще одна спальня потому что наверху еще две спальни а типа видимо гостевая тут все такое раритет на офигеть смотрите просто выход прямо отсюда на улицу не открывает какой-то комар сидит ну в общем надо открыть потом как-нибудь вот такой туалет смотрите какие краны так даже и просто окошко вот так вот можно сидеть любоваться природой может олень тут будет ходить и делать свои нелишки грязные смотрите какие здесь тарелки видимо хозяйка дома она сама делала она занимается керамикой потому что тут ее подпись 2021 году сделала вот черные мне кстати больше нравится да а тебе мы сейчас находимся в седар не здесь прямо делаются покажем там короче здесь стать оборудование делают сидор называется вот болдруг высый камень и здесь есть еда и вот мы уже стоим в очереди чтобы оплатить за еду из-за сидр который мы пили александра визжит как бешеная висит вот так на филиппе да александр нам пришлось удалиться то что она слишком громко визжала вот так сегодня воскресенье у филиппа завтра день рождения сено завтра будет вроде как дождь обещают и сегодня достаточно хорошая погода и мы поехали все вместе на озеро шинандо называется единственный раз когда вы были нашим дом увидели там медведя помните медведи с медвежонком вот посмотрим надеюсь сегодня медведь нам не встретиться так вот так мы тут теперь играем загораем такой вид здесь вокруг озера народу конечно тьма да особенно вот там где столы вот я одна сижу на пляже потому что филипп с александрой и с тимой ушли на хайк вокруг озера а я меня оставили позагорать мама меня поймут значит любуюсь красотами и заметила такую вещь что очень много таких упитанных людей в теле на самом деле в америке тут еще конкретно на этом озере очень много испаноговорящих мексиканцев и они сами по себе такого телослужения как бы крепкого вот но и они еще явно питаются чем-то не тем потому что как-то в городе когда находишься то в городе когда находишься как-то не замечаешь как много вот таких действительно толстых людей а вот на пляже это особенно заметно я мне кажется можно пальцем пересчитать тех у кого нет лишнего веса это проблема действительно актуально но может быть среди определенных слоев населения александра кто к нам пришел александра кто к нам пришел александра кто это добро пожаловать в обзор нашего дома на эти выходные пройдемте это программа по домам так мы приехали в этот дом на выходные и сейчас мы вам сделаем обзор здесь реально живут люди просто сейчас они уехали несколько дней дали нам пожить в своем доме александра покажем мы вошли сейчас вот в эту шикарную дверь мне кажется здесь должны ходить графы и я сегодня не в платье в пол но это ничего пойдемте сюда в моей кофте да итак здесь у нас оказывается вот такое просто я не знаю что это столовая комната для каких-то званых ужинов здесь у нас чего только нету какие-то портреты людей мне кажется эта комната похоже на музейную какую-то комнату здесь посмотрите какая коллекция алкоголя просто какая-то неимоверное количество видимо люди здесь не очень-то много пьют раз у них все это хранится дальше мы идем сюда сразу скажу что мы здесь живем уже два дня поэтому у нас везде бардак мы тут уже все обжили но как бы просто не обращайте внимание на бардак не кухня просто каких-то тоже необъятных размеров огромное тут все такое аутентичное какие-то детали даже посмотрите на этот кран просто как он выглядит такой красивый и с шикарным видом просто ли мечта любой хозяйки моешь тут посуду и смотришь в окно и там ходят часто животные кит олени здесь открывается еще один стол видим обеденный просто и вот самое прикольное что мне нравится но и здесь как смотровая площадка обустроена здесь птички летают такая зона для здесь смотрите бинокли лежат бинокли и из этих бинокли можно наблюдать вот так вот сидит и наблюдать за птицами александра наблюдать ой вот так наверно ну-ка кого видишь сегодня птиц не видно пошли дальше тут очень много каких-то работ видимо хозяйка которая не живет она художница также она делает посуду керамическую здесь очень много картин все всяких тарелочек все нужно делать руками пианино и александр сейчас вам собирать свое лучшее произведение давай александр давай камин соответственно и три дивана и самое страшное что мне не нравится это вот эта голова олени мне кажется это ужасно такая библиотека здесь можно сидеть читать какую-нибудь книжку выбрать здесь просто какая-то такая лаунж зона мне кажется это очень уютно еще на первом этаже есть итак теперь мы идем на второй этаж здесь по коридору три комнаты начнем это мастер ведру здесь находится кровать красивый вид из окна здесь вот такой вот винтажный туалетный столик и посмотрите как он красиво расписан какие здесь детали смотрите просто центр притяжения это вот такая вот огромная красивая ванна вот на таких вот красивых красивейших просто серебряных ножках самую засранную комнату потому что там живет тима поэтому не пугайтесь но вообще это комната саванны кстати это ими девочки в ходе дела так как-нибудь так здесь у нас 100 лет с ванной лар для мальчика и девочки когда они здесь жили но сейчас живем здесь мы ближайшие три дня вот наступил вечер и мы вышли на улицу разожгли тут костер сейчас будем делать маршмеллоу пирожники с маршмеллоу да александрик да погода очень классная ветерок такой дует да совсем даже не жарко и вот здесь такое место уединенное с видом на лес очень красиво смотрите как свет падает желтый да очень красиво на верхушке деревьев а теперь снимаете буду делать снимать это марвит сказал сначала маршмеллоу потом сверху шоколад ну что друзья на самом деле мы три дня назад уже вернулись но у меня было столько дел там уборка стирка ну вы сами понимаете спасибо огромное за просмотр ставьте лайк пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал увидимся скоро в следующих видео пока пока